Самолёт региональной авиации L410, оснащённый лыжными шасси, успешно прошёл испытание в Арктике. Об этом сообщили в Оренбургском производственном объединении «Стрела», выполнившем установку лыж на воздушное судно чешского производителя Aircraft Industries. Установка лыжных шасси даёт возможность использовать самолёты в суровых условиях российского севера. В будущем году Минобороны планируют заказывать самолёты L410 на лыжном шасси для освоения Арктики. Чешские региональные двухмоторные самолёты рассчитаны на перевозку до 19 человек на борту. Максимальная дальность полёта — 1500 километров. Более 40 воздушных судов этой модели в последние годы купили российские компании для выполнения региональных перевозок. Более 5000 операций в Арктике провели российские спасатели за 4 года. Помощь получили более 6500 человек, рассказал замминистра МЧС России Владимир Степанов. Замруководитель спасательного ведомства напомнил, что в настоящее время ведётся работа по созданию 10 арктических комплексных аварийно-спасательных центров в МЧС России. В среднем на территории российской Арктики ежегодно происходит более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом растёт количество происшествий техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии, взрывы и пожаротехнологического оборудования. Ранее сообщалось, что численность группировки спасателей на арктическом побережье России уже достигла 18 тысяч человек. На боевое дежурство поставлено 4 арктических спасательных центра. Деловой совет Госкомиссии по Арктике соберётся на первое заседание. Оно состоится 18 сентября. Темой станет «Северный морской путь». Члены совета обсудят развитие инфраструктуры Северного морского пути и меры по обеспечению его устойчивой экономической эффективности. Атомно-ледокольный флот как ключевое звено в развитии Севморпути и развития арктического туризма. Ранее руководитель делового совета Сергей Шишкарёв утвердил окончательный список членов совета. В него вошли 38 представителей бизнеса и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на арктических территориях России. Напомню, решение о создании делового и научно-технического совета Госкомиссии по Арктике было принято на её первом заседании в апреле этого года. Россия, США, Канада, Гренландия и Норвегия приняли план по сохранению белого медведя. Циркумполярный план действий по сохранению белого медведя принят в ходе шестого заседания стран-ареала обитания этого хищника, которое состоялось в Гренландии. План по сохранению белого медведя рассчитан на 10 лет и определяет 7 ключевых угроз белым медведям, главный из которых называется «изменение климата». Среди других угроз также выделяются болезни, конфликтные ситуации с человеком, разработка месторождений полезных ископаемых в местах обитания, и загрязняющее судоходство. Реализация плана будет оцениваться раз в два года. Следующее заседание стран-ареала пройдет в 2017 году в США. Белый медведь относится к категории «Уязвимые виды» по классификации Красной книги Международного союза охраны природы и имеет особый статус в ряде национальных природоохранных законодательств, отмечается в сообщении Минприроды России. Мировая популяция белых медведей оценивается в размере от 20 до 25 тысяч животных, разделенных между 19 субпопуляциями с различной плотностью. Глава Минобранауки России Дмитрий Ливанов поддержал идею создания в Мурманске Арктического государственного университета. ВУЗ поможет обеспечить регион кадрами для реализации арктических проектов. По мнению главы региона Марины Ковтун, в наши дни ключевое значение приобретает качественное кадровое обеспечение важных для региона арктических проектов. Она высказала уверенность в том, что новый ВУЗ объединит материально-технические и образовательные ресурсы. Мурманский университет сможет стать крупнейшим образовательным центром России за Полярным кругом. Дмитрий Ливанов, в свою очередь, отметил, что создание в Мурманске Арктического университета должно проходить в рамках программы по развитию опорных региональных многопрофильных университетов. Планируется, что профессорско-преподавательский состав нового университета будет насчитывать более 600 человек. В ВУЗе будут действовать свыше 20 укрупненных групп в направлении подготовки высшего образования. Это позволит собрать в аудиториях университета более 12 тысяч студентов и подготовить практически весь спектр кадров, необходимых для реализации арктических проектов. В Санкт-Петербурге подведены итоги регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Северо-Западного федерального округа. Резовые места завоевали два проекта из Ненецкого автономного округа. Спортивные состязания оленеводов округа Семенхат-Мирета заняли третье место в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов». Туристко-краеведческий проект «Форум дружбы» «Нао Ворота в Арктику» получил третье место в категории «Лучший проект по популяризации событийного туризма». Добавлю, что округ также представляли проекты «Лыжный переход» по деревням Нижнепечорья, «Снежные призраки», «Международный день холода», «Межрегиональный фестиваль детского народного творчества «Аргиш надежды». «Лучшие проекты» получат путевку в финал национальной премии в области событийного туризма, который состоится в Казани 21-23 октября. На мысе «Желание», расположенном вблизи крайней северной оконечности архипелага «Новая Земля», после 18-летнего перерыва зажегся маяк. При снижении освещенности он включается автоматически, он будет функционировать в течение всей полярной ночи. Новое светомаячное оборудование и солнечные батареи этим летом установили специалисты Архангельской гидрографической базы. Впервые маяк на мысе «Желание» был установлен в 1956 году. Это самый северный маяк в Архангельской области и один из самых северных в России. Его еще называют «Маяк желания». Он перестал функционировать в 1997 году, и сегодня эта работа возобновилась. Это событие стало настоящим праздником для специалистов, которые сейчас работают на опорном пункте Национального парка «Русская Арктика» на Новой Земле. Переходы из Баренцева моря в Карское севернее Новой Земли обычно совершают суда, следующие на Дудинку и Левопскую губу. Для них северный маршрут оказывается короче, чем южный через пролив Карские ворота. Наличие маяка сделает движение судов в этом районе более безопасным. Взаимоотношения человека и белого медведя больше не вызывают опасений. Об этом заявил Центр природопользования и охрана окружающей среды Неницкого округа. Для решения проблемы жителей прибрежных поселений администрация региона привлекла силы пограничников, спасателей, пожарных и сотрудников аэропорта Амдерма. Встречи белого медведя и человека в прибрежных поселках Неницкого округа происходили и раньше. Только их частота была намного меньше, чем в последнее время. В Амдермусть, Кару и Варник белый хищник стал наведываться настолько часто, что стал настоящей угрозой для жизни. Последней каплей терпения человека на вседозволенность хозяина Арктики стал случай на Тобольском месторождении. Белый медведь регулярно наносил визиты нефтяникам и мешал им работать. Правоохранительные органы пытались отпугнуть любопытного хищника, но сигнальные ракеты и шум вертолетов не испугали царя Арктики. Тогда его пришлось усыпить и депортировать вертолетом. Однако вскоре молодая медведица все же вернулась. По словам специалиста Всемирного фонда дикой природы, сделала она это неспроста. Медведя на месторождении регулярно подкармливали и отказаться от легко добытой еды хищник не захотел. Однако кроме назойливого медведя, жителей прибрежных поселков беспокоят и другие. В Ненецком округе несколько точек, находящихся в ареале обитания хищника. Это поселки Амдерма, Каратайка, Усть-Кара на материке и Варнак на острове Вайгач. По поручению главы региона Игоря Кошина, департамент природных ресурсов, экологии и АПК разработал механизм предотвращения конфликтов между жителями прибрежных поселений и белым медведем. Сейчас проблема решена. Создана группа, заключены соглашения с комитетом гражданской обороны, сотрудники их находятся на территории поселка Каратайка, поселка Амдерма. Там сотрудники пограничного управления ФСБ России и казенное учреждение Амдерма. Координацию действий всех ведомств будет осуществлять Центр природопользования и охраны окружающей среды. Туда будет стекаться информация о перемещении медведей. Специалистами центра уже закуплены резиновые пули, которые будут доставлены на побережье. Рассматривается вопрос о приобретении дополнительной техники. Теперь задача человека убрать свалки с отходами в удаленные от жилых зданий места. Согласно плану, главы поселения обязаны оперативно информировать граждан о появлении в поселках медведей, и разъясняет жителям основные правила безопасности в случае возможной встречи с хищником. Перед пограничниками, пожарными и сотрудниками аэропорта поставлена задача отпугивать непрошенных гостей в случае возникновения опасности, не забывая при этом о необходимости охранять животных, занесенных в Красную книгу.